я горячо приветствую всех автомобильных энтузиастов с вами по-прежнему сергей и у меня вопрос бывают ли у вас периоды сложные в отношениях но в отношении с машинами конечно же такие некоторые кризисные моменты в общем на днях у нас желтым была такая история во время съемок крупного эпизода на 1 наверное вы его уже посмотрели он касается ретроспективного обзора вот этой машины так скажем через призму времени когда она только появилась в общем возникли некоторые трудности и неприятности эпизод почти отснял собрался трогаться в обратный путь в гараж и как-то машина неохотно начала ехать с какими-то провалами с какой-то натяжкой ну думаю ладно у меня немножечко переливал карбюратор думаю свечи наверное немножко под закидала из-за того что на малом ходу и на холостых много пришлось постоять поработать но в общем сейчас выйду чуть-чуть прогоню и все будет в порядке но действительно немного все устаканилось хотя на одном из светофоров пришлось пришлось даже с вытянутым подсосом поработать потому что по-другому машина холостые не держала ну вроде бы и ладно затем вечером когда нужно было снять часть эпизода на трассе как только я выехал на дорогу с твердым покрытием у меня сзади на панели двигателя что-то защелкало ну а на приборке начала моргать вот это вот лампа тут темноте может конечно не видно но в общем лампа заряда а к б сейчас я приборную панель зажгу вот в общем в такт этим щелчкам она заморгала ну ладно нужно было эпизод до снять до снял но дело в том что окончательно пропали холостые машина вообще перестал их держать ну я подумал ладно хорошо возможно какие-то вопросы есть с реле может быть это как-то взаимосвязано реле катушка зажигания вот этот нестабильный холостой ход точнее его полное отсутствие но начал на следующий день копаться что и как заменил сначала реле хотел заменить реле регулятор у меня было в запасе но как выяснилось в закромах у меня лежало вот не такое прямоугольное маленькое реле а похожее по форме на реле блокировки такого знаете раннего образца судя по всему реле регулятор который еще ставился на а серии на 965 машины по моему но на аж как точно стоял так вот понял что с этим пролет но думаю ладно все равно уже все избегал здесь мультиметром начал смотреть что у меня с генератором что у меня с аккумулятором идет нет заряд начал грешить на диодный мост уже запереживал лезть вот туда в эти дебри чтобы заниматься генераторными делами это ужас муторно хотя как выясняется на практике глаза боятся руки делают ну хорошо разобрал тем не менее все равно старое реле почистил контакты хотя там нечего было чистить вернул на место запускаешь мотор проблема не ушла точнее то щелкает реле то не щелкает реле поэтому подойдя сюда к задней части выяснить еще через шум мотора что именно издает щелчки было непросто понятно что крышки с релю снял но иногда просто отказывалась проблемы себя проявлять но все-таки я этот момент поймал и выяснилось что замыкала реле блокировки вот она стоит вот здесь с такой вот текстолитовой крышкой зачистка его не очень то помогла там тоже все было хорошо и аккуратно но благо у меня была новая реле в запасе я его поставил щелчки исчезли но холостой ход автомобиля не появился катушки запасной у меня тоже не оказалось потому что потом начал думать на нее перед этим конечно же проверил свечи идеальные чистенькие белые свечульки прям красота высоковольтные провода тоже все проверил подкинул тесла лучше работать не стала значит дело не в них катушка у меня в запасе лежит там в коробке дедушки только 965 там вот эта клемма этот электрод так скажем другой он с резьбой он скручивающийся не такой вот в распорку вставляющийся как на этом этом образце ну снял хотя бы стой катушки сопротивление воткнул сюда но проблема тоже не ушла ну думаю значит не сопротивление на другой катушки нет надо заказывать ждать но тем не менее надо ковыряться дальше начал грешить на трамблер в общем скинул крышку трамблера ну а чего я вам буду показывать свою рожу давайте перейдем в гараж я вам покажу упомянутый мной трамблер там о нем предмет не поговорим вот он собственно трамблер именно трамблер не тромблер как некоторые пишут от слова тромб нет нет именно трамблер в общем вот он лежит мой трамблер потому что я поставил новый ну не делать же все заново короче говоря но спойлер в том что дело оказалось не в нем ну ладно начал я возиться с трамблером разумеется первым делом посмотрел на бегунок все вроде бы чистенько но все равно еще дополнительно его зачистил разумеется посмотрел под крышку на уголечек двигается не изношен контакты все чистые ну бывший владелец судя по всему за этим следил ну или просто тут не успела ничего произойти пробег то не очень большой ладно с крышкой и с бегунком все в порядке отбрасываем сторону вообще я очень боялся всегда всех этих вещей с карбюраторами с трамблерами когда читаешь это в книге нифига иногда с первого раза не понятно но вот только руками щупая что-то начинаешь понимать что сильно страшного ничего нет в общем здесь зачищал контакты и выставлял зазор по щупам здесь должно быть от 0 35 до 0 45 миллиметра вроде все даже принципе регулировать не пришлось но все равно подрегулировал хотя все было в допусках на всякий пожарный все зачистил спиртом протер вычистил вымыл никаких люфтов вот тут на ножке нет который держит подвижный контакт поставил на место крышку имеется ввиду то что трамблер не снимал это можно объяснять я там раком каком но отрегулировать бесполезно работать не хочет ну подумал ладно возможно вообще что-то где-то вышло в трамблёре из строя износились какие-то втулки потому что вот здесь кулачок и на котором стоит валик ротора и сам ротор вот бегунок он немножко люфтит как будто я решил в общем трамблер поменять есть у меня в запасе один российский другой советский я конечно же взял советский кстати почему-то советский и более позднего судя по всему образца он оказался без вот этой вот масленки 10 по масленка она должна быть заполнена литолом на самом деле они маслом хоть она так и называется ну и в общем под кого подворачиванием крышки вы там обеспечиваете необходимую смазку втулка ну в общем там эта отливка заварена и ну видать позже отказались из-за ненадобности но речь не об этом в общем достал из запасов из-за кромов новый советский трамблер почему-то на том трамблёре бегунок оказался сопротивлением а здесь без вот такой вот трубки хотя даже во всех инструкциях нарисовано но возможно они позже чем год выпуска моей машины наверняка там 91 год по моему книжки в общем даже бегунки пробовал переставлять но работала же раньше причем 10 наличие или нет сопротивления резистора ну ладно все равно на шару перекидывал не помогал основа трамблера на вот этот вот на старый ну короче ладно пришлось менять трамблер целиком для меня это было абсолютно новая процедура никогда этим не занимался лазить там неудобно это не тридцатка на тридцатке запорожца хотя бы можно там как-то вот она все здесь висит перед вами удобно менять тут все в глубине моторного щита лезть неудобно карбюратор мешает но с горем пополам с такой-то матерью поменял поставил новый трамблер по лампочке все выставил собрал подключил запускаю тоже ерунда троит пердит даже на прогреве а потом когда температура хотя бы немножко поднимается когда я подсос убираю как правило просто берет и тухнет 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 постепенно пык 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 и все потому что почему у меня были такие соображения как будто бы были пропуски зажигания в четвертом цилиндре вот прям оттуда было слышно что что-то пыхает я исключил для себя прорыв выхлопных газов потому что я же там прокладки недавно поменял все протянул все хорошо думаю ну точно не газы наверно начата где-то пропускает ну ладно и на топливо не похоже все-таки у нас не инжектор чтоб в отдельном цилиндре там что-то где-то вспыхивала не вспыхивала хотя конечно истечение топлива но неравномерно и особенно на непрогретом полностью моторе ну ладно суть в общем я думаю вы поняли замена трамблера не помогла ну думаю все тогда точно катушка заказал катушку реле регулятор необходимое которое нужно ну думаю пока жду займусь карбюратором все она делать нефиг слажу в него хотя крышку в первый же день проблемы нет на следующий день когда проблема выявилась я верхнюю крышку с карбюратора снимал там все посмотрел вроде было неплохо но раз время есть появилась дума и заодно новую для себя матчасть изучу разберу карбюратор очень полностью его снял никогда тоже этого не делал это новый не обращайте внимание старый остался на своем месте этот просто для примера расскажу что было не так в общем карбюратор снял разобрал все везде чисто все хорошо все же клёры чистенькие абсолютно немного было вот тут не песочка окалины судя по всему из бензобака иногда на протяжении времени все таки машине почти 40 лет что-то забрасывала через фильтр который пластиковый наш привычный традиционный через фильтр который тут стоит в общем немного осадок был все это убрал вычистил но опять же скажу на чистоту же клёров это не повлияло они абсолютно чистые ускорительный насос писеет резинку у него держит игла на поплавке держит единственно что поплавок у меня был немножко так скажем задран вверх и уровень был не совсем верный но отрегулировал ладно думаю ну хорошо здесь тоже все было чистенько все было хорошо но дьявол как оказалось крылся в мелочах когда я приволок в гараж вот этот новый карбюратор поставил рядом старый карбюратор тут у меня все значит разобрано за всем смотрю слежу сравниваю разумеется и обнаружил любопытную деталь что на моем карбюраторе который стоит на машине вот эта тяга которая связывает тут ось привода дроссельной заслонки с штоком ускорительного насоса она была повернута вот в эту сторону ну короче визуально отзеркать и вот это все дело вот сюда и получалось так что когда я пытался открывать газ полностью вот эта тяга видите вон она так загибается как бы получается раз она стояла наоборот она упиралась вот в эту сейчас секунду вот в эту круглую отливку и не совершала полного хода и короче у меня вот максимальное открытие дросселя было вот такое вставляете я нажимал еще думал когда только машину забрал из екатеринбурга год назад уже кстати предыдущий выпуск большой который вы посмотрели вообще можно сказать был юбилейным для меня для наших отношений запорожцам потому что год назад он появился у меня год назад я его приютил из екатеринбурга и вот мы с вами с тех пор постоянно чем-то занимаемся в общем получается когда я когда его только забрал думаю что ты как-то вот даже ему в пол он не едет машина стояла ладно потом вроде проперделся по трассе ехали 80 хорошо я об этой проблемы забыл вроде разгоняется по трассе 80 90 идет на педаль в полу я забыл как это было раньше смешно запорожец не быстроходная машина конечно 120 я помню на своем первом можно было ездить но забылись ощущения давно это было а сравнить не с кем но мне этого хватало быстрее не ездил но тут я понял в чем была проблема моей скорости то что дроссель вот серьезно открывался вот так из-за того что тяга была вот это перевернута она упиралась в отливку вот этой своей изогнутой стороной в обратную сторону и все у меня дроссель вот это было максимальное положение причем сама она перевернуться здесь никак не могла ее кто-то разогнул снял перевернул и возможно это мои домыслы вряд ли это заводской брак дедуля ну явно сюда лазили это было даже видно по неродным гайкам крепления карбюратора вроде бы ну вообще по их ослабленности хотя вибрации могли повлиять но дедуля себе типа сделал такой круиз контроль ездил он часто видать куда-то на участок это видно было по машине что не в основном эти трасса и какая-то проселка вот такая эксплуатация он значит педаль в пол ногу положил отдыхает а машина 80 идет чтобы нога не уставала наверное не знаю в общем он себе сделал такое некое подобие судя по всему круиз контроля потому что еще раз скажу случайно вот это произойти не могло переставил тягу обратно все почистил все проверил все дроссель стал открываться максимально все хорошо ну думаю разве могла быть в этом проблема отсутствие холостого хода ведь я уже столько целый год проездил вот с этим и ничего не было прокладки под карбюратором все родные хорошие ровненькие их промыл почистил единственное что было как я говорил слабина гаек короче скорбом я каких-то проблем как специально не специалист не заметил жиклеры чистые уровень поправил вот это вот единственный был артефакт но он как мы знаем не влиял ускорительные работали все было хорошо клапан стояночной разблокировки работал в общем разобрал собрал и все заработало короче холостой ход стал как булочка педаль теперь у меня газа висит высоко тяги тоже все отрегулировал теперь машина едет и 80 и 90 и 100 дальше уже не хочу даже проверять ход нормальный у педали как я уже говорил появился в общем поведение машины изменилось в общем такие вот дела малята убираю сейчас весь этот реквизит обратно и закончим в гараже у желтого разговорное видео по последствиям у нас сегодня с вами получается ну да ладно в общем карбюратор старый на своем месте и он работает вроде бы все хорошо то я уже начал на зазоры клапанов грешить которые недавно проверял и фильтр поменял и бензонасос даже новый поставил разобрал старый с ним все в порядке кстати там все тоже чисто было аккуратно ничего не залипло все хорошо в общем поменял тренглер зря поменял бензонасос зря теперь у меня в запасе не новые запчасти они много похожи но честно говоря вот переставлять сейчас все обратно не вижу никакого смысла дело сейчас собственно за малым это выставить как следует для сжигания потому что я его конечно на глаз подкорректировал под 92 бензин тоже вроде как на газ вы на глаз выставил но нужно слушать детонацию что-то пока вот один раз прокатился как в книжке сказано там нажать пол и так далее что-то пока я не услышал но в общем будем посмотреть так что вот такая вот история я если честно грешил на зажигание потому что уж очень это было похоже на то ли отсутствие нормальные искры то ли пропуски в каком-то из цилиндров то ли еще что-то карбюратор был абсолютно чистый хорош но вот какая-то фигня возможно где-то был подсос воздуха из-за ослабленных гаек его крепления возможно хотя она прорыв газа там вроде бы ничего особо не намекала хотя темные следы местами какие-то были небольшие кстати прокладки стояли не совсем правильно но это не мешало до этого работать в в общем какая-то аномалия самое главное что теперь автомобиль на ходу остались небольшие калибровки и теперь у меня в запасе есть новая катушка хоть и российского производства и реле регулятор ну а те запчасти которые я снял зато они хоть и не новые но советские кстати нет вру бензонасос оказался уже российским мененом так что тут и ничего особо не потерял от трамблюра мне что тот советский что вот этот поэтому все осталось в принципе как есть на своих местах в общем неожиданное невероятное всякое бывает совет даже спрашивал за заводов огромный список причин конечно мы все себе всегда обозначаем вот методом исключения приходим к тому к чему в итоге пришли к исправному автомобилю но вот такой каприз вообще у меня было раньше такое мнение что автомобили не любят сниматься на эти вот в девятнадцатом веке когда фотография только ходила в обиход бытовало мнение в деревнях мы вообще еще у городской бедноты и так далее что фотография отнимает душу из этого боялись фоткаться вот мне тоже казалось что ты фотографируешь машину снимаешь и отнимаешь у нее вот энергию потому что раньше я чунис фотку и потом с машинами что-то происходило и их не фотографировал не снимал ничего а тут надо же вам рассказывать в кадр машину приходится засовывать и опять вспомнил вот об этом вот своем суеверии но на самом деле все это фигня техника она бывает конечно выходит из строя это ее нормальное явление что новое что старое самое главное сколько требуется затрат и какие последствия до дома довез разобрались все в порядке поэтому наверное суеверие это все таки ерунда но лишний раз задумаешься ладно в общем о ситуации об этой вам рассказал далее у меня очень внимательные зрители в очередной раз мой подписчик на волге обратил внимание что у меня не горит лампа давление масла когда я включаю зажигание да то есть вот а к б сейчас включу массу загорается масленка нет я к сожалению уже забыл как должно быть со своего предыдущего запорожца я этот момент не помню вот поэтому спасибо что напомнили я уж даже полез тут разбирать воздуховоды но на самом деле я кое-что туда уронил вот эту рулюшку тоже пробовал поменять дело оказалось не в ней ну и новое у меня упало куда-то туда защиток жду когда мотор остынет буду доставать так вот здесь же у нас находится наш датчик давления масла сейчас я вам его покажу секунду дам света так еще по-прежнему не видно ну вот он можете видеть его немножко такой светлого цвета корпус сейчас средним пальцем вам укажу направление ну в общем вы не маленькие поймете проверил целостность проводов все в порядке начинать конечно на надо было с приборки так скажем от самого простого ну полез уже потом хорошая мысля приходит опосля как говорится вот родная лампочка показать я не смогу потому что снимаю на телефон с фокусом тут особо не приладишься в общем нить у нее порвана поэтому собственно лампочка и не горела сейчас новая лампа установлена и я его буду размещать в приборке вон она там как ярко все подсвечивает сейчас воткну ее на место и покажу финальный результат вот все теперь должно быть в порядке да обратите внимание теперь лампочка давления масла также горит надеюсь она будет и гаснуть после запуска двигателя ну а теперь почти как швейная машинка работает да я думаю вы согласитесь ну что друзья давайте завершать этот эпизод в нем я вам рассказал о тех трудностях в отношении которые нам пришлось пережить но как говорится все исправлено да я не показывал процесс как всем этим занимался но в принципе никакого откровения в том что я делал нет ну и настроение было немного подавленным откровенно говоря было не до съемок но в общих чертах я вам рассказал если будут какие-то вопросы допустим что за жиклеры очистил что там именно как сделал с трамблером ну напишите спросите попробую еще раз может быть более подробно если надо показать но я думаю что даже сегодня материал был в принципе исчерпывающим там трамблер оказывается не такая сложная штука показал про зазор про крышку про бегунок но это известные вещи что касается карбюратора тоже но и с лампочкой разобрались поэтому этот гештальт закрыли и спасибо еще раз внимательному подписчику что обратил внимание и напомнил как должно быть ну в общем на этом я с вами практически прощаюсь но еще пару слов у нас в комментариях откуда-то стали вылазить старанные люди которым хочется сказать одно да что ты черт побери такое несешь в общем кто-то хочет увидеть зачем ты мою жену зачем покажи жену говорит мы с вами для чего собрались жен разглядывать у нас он есть один блогер там на буква который тоже жену свою от всех прятал замазывал там и так далее но моя то даже в кадр не попадает и не должна кого-то волнует мы не на сайте знакомств ребята ну и это первый момент второй он связан в принципе с предыдущим пунктом мы с вами не в цирке я не цирковой лев и показывать что-то по приказке там не буду покажи жену а вот прокатись при этом видео про то как я катаюсь на канале уже были недавно еще один человек написал там просто подряд видео про обзор по моему запорожца первый обзор именно моей машины не ретроспективная вот первый обзор именно мои покупки так скажем там прямо вот волной 9 вал просто можно сказать вот так комментариев подряд что там про книжку мне подарить и про какой-то там мое финансовое положение еще там про что-то вот прокатись хотя на канале еще раз повторюсь видео есть вы если что-то хотите написать сказать ляпнуть вы сначала плейлист просмотрите и убедитесь действительно нет того что вы просите или она все-таки было это знать как раньше на форумах банили тех кто поиском не пользуется вот тут та же самая ситуация ну таких не реально может быть даже надо и банить я не знаю ну ребят откровенно глупостями не занимайтесь мы сюда пришли смотреть на машину это во первых во вторых я показываю то что я делаю специально тут разобрать что-то собрать ну зачем если она прекрасно работает и этого делать конечно не буду но здравомыслящие люди меня и так понимают но от всяких странных личностей мы не застрахованы они приходят уходят они даже не подписчики и вот каждый раз к сожалению иногда но не каждый иногда нам придется наверно возвращаться таким вот не знаю упоминанием напоминанием чтобы вновь прибывшим товарищем если они что-то ляпнули потом еще какой-то эпизод посмотрят увидели и поняли чего делать не надо у нас тут не шоу вот теперь уже точно все я вас искренне благодарю за просмотр данного эпизода не забывайте заглядывать в инстаграм это нужно не только мне вы можете рассказать свою историю вашей машины машины машина ваших родственников как вообще запорожцами ваша жизнь была связана и может быть у вас машина есть сейчас кидайте фотки истории расскажем покажем ну и оставайтесь в курсе через инстаграм же что происходит с автомобилем я конечно небольшой современный мастер я не очень молодой человек уже несмотря даже на то как я выгляжу я вот эти все stories и вот это пиксельное мышление кстати это то о чем я сейчас вот говорил люди думают что то что в кадр не попало этого не было вот им надо наверное в каждой серии показывать все это вот называется пиксельное мышление нет ребят ищите пользуйтесь поиском анализируйте в общем ладно о чем я говорил о том что про инстаграм не забывайте хоть и не очень хорошего этих всех там публикациях из жизни но иногда фотки какие-то и истории так называемые ну появляются поэтому руку на пульсе держите всем всех благодарю за просмотр обязательно еще увидимся и услышимся всем пока и прокатимся тоже это это бывает поглядывайте на канал поглядывать все счастливо